Из сгущающегося мрака появляется культ Механикус, чьи выхлопы пропитаны фемиамом, а голоса выводят зловещие молитвы. Это нечётко упорядоченная военная сила и немилосердное собрание святых мужей, но религиозная процессия кибернетических кошмаров и бездушных автоматов. Каждый из их числа добровольно отказался от своей человеческой сущности, превратившись в живое оружие в руках своих бесчеловечных хозяев. Культ Механикус не несёт прощения, милосердия или шанс обратиться в их веру. Вместо этого он несёт смерть. Тысячу разных способов, каждый из которых оценивается и записывается для последующего обобщения. Архитекторы разрушения, лидеры культа Механикус, техножрецы Доминус, могут обращать в прах целые миры. Они могут приказать разрушить город так, чтобы не осталось камня на камне или истребить целую расу и вычеркнуть её из всех книг по истории. Всего этого они добиваются не путём дипломатии, а с помощью упорного и беспощадного применения военной силы. Высокое звание Доминуса присваивают лишь тем из культа Механикус, кто обладает настоящим талантом к войне, тем, кто считает, что превосходство машинного бога нужно утверждать при каждой возможности. Доминусом может стать как мага с биологией из лабораторий, так и мага с военного дела из оперативного штаба. Ведь каждый из них прекрасно разбирается в таинствах оружия. Все секреты на поле боя для них – открытая книга. Траектория каждой пули, заряд каждой лаз батареи или расчёт оптимального поражения цели, сделанной каждой боевой машиной – всё это мелькает перед внутренним взором Доминуса. Они упиваются чистыми данными и церебральными стимуляторами, что позволяет им нести разрушение врагу лично, в то же время координируя тактику передовых линий и выгружая военные псалмы через ВОКС-системы. Никто не в безопасности, ибо Доминусы также смертельно опасны для машин, как и для органической жизни. Техножрец Доминус может вырвать машинный дух у сверхтяжёлого танка, одновременно обращая в пар его пехотное сопровождение. Катафроны-прорывники – это боевые сервиторы, размерами и огневой мощью, многократно превосходящие сервиторов, которые используют остальную империю. Исключительно смертоносные в ближнем бою, они не столько урождены, сколько сконструированы и каждое усовершенствование доведено до максимальной смертоносности. Их легко узнать по грохочущим двигательным блокам, зловещим гидравлическим клещам и грозным наплечным пушкам. Но главный компонент Катафрона находится внутри – это жестокая человеческая душа. В бою Катафроны-прорывники по команде своего хозяина-техножреца с грохотом катят впереди, исполняя роль живого щита и одновременно тарана. Изначально придуманные для взлома вражеских линий обороны и укреплений, Прорывники находят широкое применение у адептов, которые хотят вырвать ценный артефакт из лап потенциального захватчика. Когда Катафроны приближаются к передовой, залпы, которые обрушивает на них неприятель, грохочут вокруг, почти не причиняя вреда. Толстые перекрывающие плиты брони, которые прикрывают живые части тел боевых сервиторов, делают их почти неуязвимыми для стрелкового оружия. Как только прозвенит сигнал о близости противника, Прорывники открывают ответный огонь, выпуская спираль разрядов из тяжелых дуговых ружей или искривляющие распарывающие поля из торсионных пушек. Когда противник в беспорядке отступает, Прорывники ускоряют ход и врываются во вражеские порядки, убивая и круша бегущих поршневыми когтями и искрящими дуговыми клещами. Киборгизированные ужасы, известные как Катафроны-Уничтожители, существуют исключительно ради убийства. Нет, пожалуй, более благочестивого призвания во всей галактике, нежели стать живым орудием, к тому же свободным от груза этики и даже мыслей. По большому счету, все сервиторы – просто инструмент в руках других, и Катафроны не исключение. Когда этими боевыми сервиторами командуют адепт машинного бога, они становятся олицетворением разрушения. Тогда как у стандартного Катафрона-Прорывника есть хотя бы одна, похожая на клешню рука, обе верхние конечности Уничтожителя заменены высокомощным оружием. С одного бока ему ставят пушку продвинутой конструкции, варьируемую от тяжелого фосфорного бластера, орудие которой стреляет раскаленными до бела шарами фосфора, прилипающими к цели, при этом продолжая гореть, до плазменной кулеврины. Пушки настолько грязные, что пока цель обращается в расплавленную лужу, кожа самого сервитора успевает поджариться. Но, пожалуй, наиболее внушающим страх орудием уничтожителя служит тяжелая гравипушка. Орудие, которое за секунду способно смять в лепешку даже эльдарский шагоход из призрачной кости. Возможности Катафронов нести смерть на этом не заканчиваются, ибо с другой стороны торса уничтожители несут вспомогательную систему огня, которая может отбрасывать ближних врагов струями ревущего пламени или градом фосфорных снарядов. Тому, кто каким-то образом уцелел в этом испепеляющем потоке огня, лучше поскорее убираться прочь, чтобы не оказаться вкатанным в грязь тяжелыми гусеницами уничтожителей. Электрожрецы-фульгуриты искрятся энергией, забранной у тех, кого они сразили в смертельной битве. Их окутывает защитный покров из молний, известный как поле вольтагейста, а в перекоммутируемых жилах и подкожной проводке гудит божественная мощь. Фульгуриты – одни из самых прямолинейных и воинственных апостолов Амнисии. Эти святые войны убивают врага не на расстоянии, а собственноручно вышибают жизнь как из еретиков, так и из вражеских машин. Известные также, как люминены или искры жизни, электрожрецы относятся к нижним чинам в иерархии техножрецов. Они фанатично преданы движущей силе, третьей истриединства машинного бога. Веря, что вся жизнь и движение обязаны своим существованием, этому невообразимому божеству. Электрожрецы способны пустить энергию во все, к чему прикоснуться. Кибернетические трансплантанты нервной системы позволяют направлять в протравленные медью ладони электричество, заряд которого растет быстрее, когда электрожрец доводит себя до иступления. На пике религиозной одержимости истинно верующий способен поражать врагов машинного бога живыми молниями, а в случае фульгуритов еще и высасывать жизненную энергию. В этом состоит главный принцип фульгуритов – забирать энергию жизни у галактики, особенно биоэлектричество, которое вдыхает жизнь во все сущее. Еще известные как братство окаменевшей молнии, фульгуриты стремятся захватить враждебную энергию противника и поставить ее на службу амнисии, возродив таким образом движущую силу и подкрепив ее мощью, что находится под рукой техножрецов. Воистину блаженны корпускарии, ибо движущая сила буквально струится по их жилам. Эти пылкие фанатики могут по собственной воле призывать молнии, простирая руки в электростатических наручах. Тому, кого поразила эта священная энергия, даруется экстаз удара электричеством по всему телу. За краткий миг перед смертью неверующий узрит свет, его сотрясут корчи, а тело выгорит изнутри. Такова щедрость корпускариев, ибо их долг разносить свет по галактике. Священное призвание электрожреца требует, чтобы его тело было укреплено, обработано и подготовлено при помощи электрохирургии, для тяжелого испытания принятия в себя священной энергии движущей силы. Ношение тяжелых резиновых башмаков имеет первостепенное значение, ибо просто заземлить энергию считается расточительством как среди бесцеремонных корпускариев, так и среди скупых фульгуритов. Электрожрецы и той, и другой фракции не способны видеть в обычном значении этого слова, оттока священной электрической силы их глазные яблоки свариваются вкрутую, а иногда плавятся, стекая по щекам каплями и пузырями. Этот священный феномен известен в Ордене как слезы амнисии. И корпускариев и фульгурит одинаково благодарны за этот дар, ибо они могут чувствовать электромагнитный отпечаток как друга, так и врага, и ощущать мир в виде искрящегося видения движущей силы, вдыхающей энергию во все сущее. Для корпускариев обитатели галактики не более чем тусклые призраки электрической силы, которые только и ждут, чтобы их отправили в яркой вспышке навстречу с амнисией. Кастеллан сочетает в себе невообразимую физическую мощь с невероятной крепостью, что позволило ему сражаться с врагами Империума 10 тысяч лет. Вдвое выше космодесантника Кастеллан, это практически неудержимая сила, ибо сделан он сплошь из металла с керамитовой шкурой, которая позволяет ему шагать сквозь ливень огня, даже не запнувшись. Но тем не менее, каждого Кастеллана следует аккуратно программировать для каждой новой задачи, иначе он будет продолжать выполнять прежний приказ до бесконечности. Известны случаи, когда манипула Кастеллана в цель устремленно входила в озеро Лавы или прорубала себе кровавую дорогу через город уже после уничтожения техноповстанцев, которых ее отправили подавить. Специальные техножрецы, такие как инфокузнецы кибернетика, могут вносить поправки в программы Кастелланов прямо в бою. Если запускаются баллистические подпроцедуры манипулы, меткие залпы фосфора обрушиваются на вражеские порядки, вынуждая тех, кто каким-то образом успел уцелеть в этой искать убежище, пока преследователи неторопливо приближаются. Когда манипула подходит к врагу, инфокузнец устанавливает императивы, которые переключают подопечных роботов на протоколы покоритель. Секундная задержка и Кастеляны ускоряются, их сжигатели выжигают врага из укрытий, а тяжелый шаг сменяется размашистым бегом, от которого трепещет истерзанная земля. Манипула Кастелянов врезается во вражеские порядки с силой танкового батальона. Силовые кулаки размером с бочку обращают врага в размозженные останки, а ноги втаптывают жертв в землю, превращая ее в кровавую кашу. Авангард скитариев, неофициально известный как Рад Пехота, несет губительное прикосновение техножрецов в самые далекие концы галактики. Авангард сражается в самых неблагоприятных условиях, ибо за множество гражданских войн, которые вел культ Механикус, Авангард научился не только переносить губительное излучение, но и применять его как оружие. Боевая экипировка Авангарда скитариев источает настолько сильную радиацию, что просто встав рядом, ощущаешь упадок сил. Для не-скитариев размещение в одной казарме с Рад Пехотой – смертный приговор. Теоретически, боевая броня Авангарда должна защищать самих бойцов. Однако, когда какой-нибудь воин изредка снимает шлем, выпавшие зубы и волосы, и покрытые язвами кожа, выдают страшную правду. Пусть собственные Рад Карабины Авангарда постепенно убивают своих владельцев, их воздействие на тех, в кого попадают их пули, в сто раз сильней. Мало того, что цель поражают сами излучающие сверхрадиацию заряды, вторичное воздействие радиационного залпа усиливает эффект до такой степени, что не выживет даже тиранит. Вот почему Авангард скитариев отправляют в самые враждебные районы боевых действий, какие может преподнести Галактика. Авангард стойко в торжественном молчании будет исполнять свой долг, сражаясь до последнего во имя своего безжалостного бога. Сражаться с пехотинцами культа Механикус значит убить или быть убитым, ибо егеря скитариев никогда не отступят, преследуя врага, а выносливость их вошла в легенды. В голодные времена обезьяноподобных предков человека охотник убивал добычу крупнее себя, загоняя ее до изнеможения. По такому же принципу егеря скитариев обшаривают пределы Галактики. Получив задание, они будут преследовать добычу медленно, но неотступно. Сперва их жертвы от пиратских банд до воинств ксеносов проскакивают сквозь паутину огня скитариев достаточно легко. Если они успеют сбежать достаточно далеко, могут пройти месяцы. Даже годы достаточно времени, чтобы ужас первой встречи почти забылся. Тем временем егеря скитариев будут в безмолвии шагать нога в ногу по траншеям и развалинам, с каждой ночью стягивая петлю все туже. И в тот самый момент, когда добыча решит, что ей уже ничто не угрожает, на горизонте появится созвездие призрачных голубых огоньков. Едва уловимо, они будут подбираться все ближе и ближе, и вот уже тьма вспыхнула ослепляющим пламенем. Скитарии, для которых война никогда не заканчивается, будут наступать снова и снова, пока дело не будет сделано. Ржаволовчие легионов-скитариев налетают на врага, словно режущие и колющие фурии. Их трансзвуковые клинки размываются в воздухе, нанося молниеносные удары. Точно оружие гладиаторов-бойцов на ножах. Вибрация, которую издает клинок, входит в смертоносный резонанс с броней противника, и та оказывает сопротивление не больше, чем простая голограмма. Ржаволовчие изначально были задуманы как кибернетические убийцы, которых посылали в пустоши Красной планеты, выслеживать одичавших сервиторов и прочий нежелательный элемент, изгнанный из культа Механикус. Но они оказались настолько эффективными в своем деле, что их переориентировали и поставили на военную службу, объединив в группы, известные как истребительные клады. С того дня они сражались на передовой многих войн культа Механикус. Оружие ржаволовчих – это зловещий пример совершенного владения адептус Механикус законами физики. Они испускают мощное тошнотворное гудение, которое пробирает до мозга костей. Когда эти жуткие устройства идут в ход, их звуковое поле перебирает частоты, пока не находят нужную молекулярную частоту, которая позволяет пройти сквозь броню, надетую на противники. Кровавый результат хоть и занимает секунду-другую до появления, но техножрецы считают, что потраченное время того стоит. Этот продукт звуковых технологий настолько смертоносен, что техножрецы доработали его, получив несколько разных вариантов. От быстрых, как стилет, бритв, до внушающих страх аккордовых когтей. Перчатки с острыми, как иглы когтями, способны обратить человеческую плоть в трепещущую кашу. Сикарийцы-лазутчики, пожалуй, самая жуткая воинская ветвь скитариев, потому что их бомбардировка нейропомехами лишает жертву всяких чувств. Охотясь, они издают белый шум, который забивает зрительный, слуховой и даже обонятельный диапазоны помехами, оставляя противника практически беспомощным перед тем, когда начнется убийство. Длинные и тощие сикарийцы-лазутчики пробираются по полю брания, сходульной грацией птиц-рыбоколов. Но такими они были не всегда, ибо ни один сикариец не цел, ни душой, ни телом. Как и собратья ржаволовчие, каждый сикариец когда-то был воином из скитариев, но притворяя планы культа механикус, оказался разорван на куски, сильно обгорел или еще каким-то образом лишился конечностей. При сборе данных по окончании битвы, если такого павшего посчитают еще годным для службы амнисии, его не сожгут, а заберут обратно на стол аугментации. Там ему отмерят новый срок жизни, дав тонкие, но сильные конечности. С технической точки зрения, все, что магусу биологии требуется для создания сикарийца, это голова, торс и какие-нибудь культи. Хотя для лучшего результата еще важна способность отрешаться от сильных эмоций и умение внушать страх. Лазутчик легко обходит вражескую защиту, но эта способность никак не связана ни со скрытностью, ни с мастерством. Она зависит лишь от мощности и разнообразия разрушительных частот, на которых он вещает из своего куполообразного шлема и торчащих антенн. Те скитарии, которых посылают сражаться рядом с лазутчиками, получают нуль коды, превращающие эти частоты в безвредную песнь. Для них непрерывная бомбардировка нейропомехами, идущие из каждого куполообразного шлема, всего лишь негромкий псалом во славу амнисии. И потому скитарии смотрят на лазутчиков как на мудрых и святых героев, как на обереги от повреждения данных, что самоотверженно бьются на переднем крае. Лишь врагу открывается истинная правда. В этих безжалостных типах почти не осталось добродетели, а тот обрывок личности, что еще сохранился, влечет только смерть. Легко узнаваемые силуэты баллистариев одинаково вселяют страх в сердца ксеносов, отступников и имперских командующих. Непревзойденно меткие стрелки баллистарии имеют в своем распоряжении анатомические данные, защитные свойства и уязвимые места каждой расы, которой встречалась Адептус Механикус. Без устали обшаривая галактику в поисках важных целей вместе со своим сопровождением из егерей, баллистарии идут в багровом тумане, сверкая глазными линзами. Если на тебя попал лазурный луч из омниспика, значит жить тебе осталось один стук сердца. Снайперу-баллистарию сделать смертельный выстрел так же легко и просто, как глотнуть воздуха. Баллистарии, как и их коллеги седонские драгуны, ездят верхом на длинноногих ходунах, способных без остановки шагать по самой враждебной местности годами напролет. Когда эскадрон баллистариев подходит к району боевых действий, в их банке данных сверху передают всю совокупность знаний Адептус Механикус о главных фигурах противника. Начинают мерцать перекрести прицелов, мелькают инфогейсты, каждый ищет тысячекратно повторяющийся силуэт вражеского командира. Если цель опознана, раздается удар медного колокола, и баллистарий будет вознагражден внутривенным вбросом гиперфокусирующих стимуляторов. Информация тут же раздается эскадрону охотника, и железные ходуны, прежде грозно печатавшие шаг по пулю боя, замедляют свою поступь. У седонского драгуна такая попытка привела бы к кувырку железного скукуна. Но гироскопические стабилизаторы, закрепленные на каждом ходуне, уравновешивают машину. И вот, с такой передвижной, но в то же время неподвижной платформы, стрелок делает выстрел. С мощью тяжелого когнес вооружения под рукой и уязвимыми точками врага на прицеле, баллистарий может прострелить корпус вражеского танка и все равно поразить командира машины прямо в глаз. Хотя ни одному баллистарию и в голову не придет хвастаться подобными способностями, хозяева техножрецы делают все, чтобы о смертоносной меткости баллистариев хорошо знал весь империум. Седонские драгуны шагают по полю брани точно ожившие языческие идолы, выскакивая из облака священного ладана, чтобы вонзить щелкающие тазарные пики в разбегающих врагов. За собой драгуны оставляют рваный след из трупов, уходящий за горизонт. Верхом на чуде науки железном ходуне седонийским драгуном не приходят в голову мысли ни о сомнении, ни об отдыхе. Их удел – мощь бесконечного движения, поставленная на службу смерти. Первых седонцев, населяющих эту обширную, покрытую кратерами область Марса, окружал густой кислотный туман. Во времена схизм, преследовавших прошлое Марса, те, кто обладал ходульной аугметикой, могли ходить в этом тумане и оставаться в живых. Их возвышенное положение позволяло избежать самого губительного воздействия кислотной пыли, в то же время оставаясь невидимым для врага. Как только драгун заметил свою добычу, он помечает ее пулей из фосфорной серпенты или радио Джизайла. Свечение пули наводит отряд даже в тумане войны. Через считанные секунды на такого помеченного налетает лавина твердых, словно титан ног и мощного тазарного оружия. Разнообразное вооружение дюнных ползунов может разносить в клочья эскадрильи самолетов, пробивать боевую технику предателей и распылять вражеских командиров лучами ослепительно-голубого света. Когда ползуны охотятся, паучья походка и торчащий обвес делают их похожими на хищные насекомые с мощным жалом. Для своих размеров у этих машин-шагателей устрашающая огневая мощь. Такая, что невежественные солдаты астромилитарум часто сравнивают их с ходячим орудием. Для скитарьев дюнные ползуны не просто оружие, это ходячие реликварии, оберегаемые машинным богом. Для техножрецов же это не более чем инструмент разрушения, хотя и закаленный в пламени истории. Дюнные ползуны Онагар обязаны своим происхождением марсианскому универсалу Лэнда. Сконструированный техноархеологом Арханом Лэндом, первоначальный мул основывался на вредных и похожих на насекомое вьючных животных, которые, по мнению его творца, бродили по священной Терре в давно ушедшие эпохи. Задуманная как рабочая лошадка и способная сопровождать своих хозяев по пустошам Марса в относительной безопасности, машина оказалась настолько удачной, что вскоре была переделана в орудие войны. Ей дали другое имя, оснастили силовой защитой Эманатус, воспроизвели миллионнократно и отправили на передовую. Дюнный ползун 41-го тысячелетия все так же несет на себе мощное вооружение, а миниатюрный термоядерный генератор у него на корме означает, что машина способна продержаться даже дольше грубых, но надежных машин Адептус Астартес. Ее орудия напрямую подключены к обширным банкам данных, которые будут записывать ее успехи, пока не переполнится данным, словно клещ, насосавшийся крови. Усовершенствование дюнного ползуна позволяет ему отправлять эти данные напрямую хозяевам и, в свою очередь, передавать их императивы скитариям вокруг. У дюнного ползуна два члена экипажа, связанных со своим вместилищем необычными симбиотическими отношениями. Стрелок – скитарий-егерь, чьему грозному умению стрелять служит под спорьем целый набор линз автопрорицателя. Водитель машины – скитарий-авангарда, чья устойчивость к губительным излучениям позволяет ему погружаться в электроамниотический бак, который напрямую связывает его с машинным духом Онагра. Такой член экипажа в конце концов истощается, как старая батарейка, но водителя легко заменить, сунув нового скитария-авангарда в грязный, пронизанный электродами суп, и Онагр получит новый срок жизни. Экипаж скитариев бессловесно покоряется своей участи, ибо служить машинному богу – уже само по себе награда. Благодаря своей надежности эскадроны дюмных ползунов – обычное зрелище в легионах скитариев. Перебирая гидравлическими ногами, они гонят противников амнисии перед собой без устали и сожалений, шагая по развалинам разрушенных войной миров.